С таким пациентом справиться непросто. Встреча с врачами в Красном Октябре теперь ждет все местное зверье. Здесь экстренно прививают домашнюю живность. В поселке объявлен карантин по бешенству. Больной опасным вирусом кот напал на мужчину. Теперь ветеринары на чеку. Правда, не все хозяева с ними приветливы. Либо говорят, что у нас нет животных, либо просто не хотят показывать их. По словам врачей, бешенство разносят дикие животные. В основном лисы да куницы, ведь именно они способны покусать. Во дворе у Валентины Ивановны сегодня очередь на прививки. Коты, мурок и яшка. За усатых хозяйка переживает, хотя дикую опасность возле дома отродясь не видела. Ежики только ходят. Прям семьями. На самом деле ветеринары прививают не только домашних животных, но и диких. Вместе с охотниками они идут по лисьим тропам и раскладывают специальную приманку вместе с вакциной. Проглотив ее, зверье не заболеет бешенством. Правда, делают такие съедобные прививки исключительно зимой, когда следы от животных заметны на снегу. Несмотря на карантин в Красном Октябре, врачи успокаивают. За последний десяток лет бешенством в области не заболел ни один человек. Хотя заразиться могли бы. Трогать больных животных нельзя. Их слюна очень опасна. Когда животное заболевает, оно теряет страх перед человеком, выходит на селенные пункты, дерется с собаками, подходит к человеку без опаски. И люди, как правило, даже некоторые подходят, больное животное, пытаются нам его принести на лечение. Вот, это опасно достаточно. Кроме Красного Октября, карантин сейчас и в поселке Екатериновка. Согласно правилам, ветеринары посещают все подворья. Прививка бесплатна. Правда, некоторых животных и врачи обходят стороной. Бойцовских собак не могут удержать даже хозяева. Кристина Трушина, Игорь Шишилин. Новости. Телеобъектив.